2 3 4 5 6 7 8 и предлагаете наблюдаем пшеницы также у нас есть семена гороха льна нута предлагаем семена ну это весь спектр пока что в объеме у нас семенной завод производит сейчас 26 тысяч тонн мощность завода по пшенице мы можем предложить на рынок порядка 12 тысяч тонн потому что еще есть внутреннее потребление общей то что касается пшеницы то что касается гороха и нута и льна это порядка гороха в районе в этом году вот в районе 500 он будет это то что мы я говорю про весну двадцать этого года то что у нас по льну я думаю что мы там можем до полутора тысяч тонн семян выдать на рынок ну и то я сейчас точно не могу сказать но он тоже где-то в районе 500 тонн всех волнует стоимость семян скажите себестоимость производства их наверно выросла как и себестоимость производства пшеницы но себестоимость семян прежде всего зависит от себестоимости пшеницы потому что это растет и технологии одни и те же к семенам больше внимания конечно другая защита другая степень питания лучшие предшественники что тоже сказывается на себестоимости но можно сказать что в этом году вот себестоимость этого урожая который мы сейчас убираем она процентов на 40 но я думаю что это не секрет для всех по-разному скажу так в диапазоне 40 плюс минус 5 процентов она выше чем то что мы убирали двадцать первом году поэтому и семена семена пшеницы которые мы вырастили прямая себестоимость выросла на 40 процентов плюс себестоимость затрат самого завода тоже растет но растет зарплата растут все затраты растет обслуживание завода потому что оборудование завода в основном импортное и соответственно у нас оборудование петкуса оборудование густофса машины протравочные поэтому соответственно себестоимость растет будут ли семена доступными для сельхозпроизводителей я думаю да они будут доступны и это прежде всего благодаря системе субсидирования которая есть государственная она в разных регионах в разных диапазонах работает но в среднем это от 2 до 3 тысяч рублей на тонну купленных семян при том условии что семена соответствует и подтверждены всеми документами конечно же весь пакет предоставляем поэтому наши покупатели насколько мне известно 90 95 процентов получили субсидии прошлого года вы продаете семена протравлены или не мы вот завод начинал работать четыре года назад в первый год мы продали там буквально по моему около 20 тонн это случайно протравленных семян конечно рынок был не протравленный и все привыкли травить самостоятельно но учитывая то качество которое мы предоставляем прежде всего сотрудничаем компания сингента байер по протравке и соответственно они делают контроль свой на своем оборудовании качество протравливания рынок убеждается что это работает и вот в прошлом году мы уже продали порядка 37 процентов от всего объема протравленных семян третьим лицам то есть это большой скачок практически с нуля вот мы создали этот рынок и я думаю что перспектива есть и зачем покупать не протравленные семена потом у себя их разрывать мешок пересыпать тратить на это время делать протравку которая может быть не такой качественно если это можно купить сразу качественно по достаточно нормальным умеренным ценам но ведь покупая непротравленные семена фермеры пытаются сэкономить продукты сингента и байер стоят достаточно больших денег у нас есть у нас есть схемы у нас есть схемы можем по заказу клиента протравить по скажем так схеме дорогой когда идут по предшественникам кукурузе по не коса по колоссовым предшественникам и мы можем протравить по эконом схеме это для разных регионов все выбирают совершенно разные схемы но у нас как минимум всегда как минимум две схемы а то и три присутствуют на заводе по разным ценам соответственно клиент может выбрать мы называем это восток потому что у нас хозяйство в зерноградском районе в Ставропольском крае и в Морозовский и Цемлянский район районы значит в целом у нас технология пшеницы общепринятая но есть свои особенности начнем с подбора сорта мы работаем очень плотно работаем с институтом я по старому буду называть национальный центр центр зерна имени Лукьяненко но мы как привыкли говорим к низкой имени Лукьяненко лет пять назад мы очень сильно подружились с институтом и с тех пор являемся одним из компаний которая в большом количестве занимается их сортами выращивают много семенного материала любая технология начинается с семян семена подбор сорта подбор сорта у нас здесь в морозовском цемлянском районах где-то 50 или 60 на 40 50 на 50 это семена сорта книжка и остальное это тарасовские сорта и зерноградские тарасовские у нас в этом хозяйстве донская лира в основном и зерноградских у нас лидия ермак это то что у нас массового сделается в новом сорта мы пока присматриваемся и думаем и пытаемся что-то взять попробовать по-разному получается пока а вот с институтом Лукьяненко у нас очень тесные связи поэтому очень много сортов доступных и они у нас исследуются и в товарных поселах и вот в таких мелкоделяночных поселах которые производят у нас наш научно-производственный отдел который тарас возглавляет помимо того что он занимается продажей семян основная часть это все таки именно научно-производственный отдел где у нас исследуется сорта питание разные схемы защита разные схемы и это все потом уже переводится на наши поля подбор сортов я примерно рассказал из сортов Лукьяненко у нас здесь мы высеваем гром юку темирязюка 150 и пробуем Алексеевич обязательно и пробуем новые сорта вот как допустим школа агрофаг мы их тоже испытываем уже второй год присматриваемся и наверное уже на будущий год они будут в товарных поселах по результатам этого года следующий момент это да мы здесь в этих районах сеем по двум предшественникам это пары пары у нас есть классические есть химические есть смешанные пока мы не определились на каких парах останавливаться потому что идет оценка что лучше есть плюсы и там и там но я думаю что в этот год у нас будет много информации и нужно будет принять решение куда развиваться в ту или иную сторону может быть и будем применять все варианты потому что опять же есть плюсы и минусы у разных технологий и их надо максимально пытаться использовать годы бывают разные помните прошлый год когда по парам мы получили очень низкий урожай а вот здесь в этом хозяйстве мы получили по прямым посевам по непаровым предшественникам центров на 5-6 больше чем по парам потому что там лучше перезимовали растения лучше перенесли мартовские перепады температур это предшественникам и есть у нас кроме пары у нас есть подсолнечник как предшественник небольшие объемы остались у нас посева по льну и по нуту но скорее всего мы от них уйдем потому что очень неустойчивая там урожайность подготовка семян следующий момент у нас вы все знаете уже что мы все семена готовим на семянном заводе в зернограде и сейчас у нас есть мысли построить здесь завет завод посмотрим как какие будут результаты этого года реализации сколько будет у нас партнеров в этой зоне и тогда окончательно решим возможно следующем году будет уже здесь работать завод почему мы ориентируемся на заводы потому что это очень важный момент еще исходя из того что мы применяем маленькие нормы высева у нас общепринятая норма по парам от трех с половиной миллионов и в прошлом году даже самая поздняя посева которую мы высевали это 10 октября плюс минус там все равно мы увеличивали максимум до 5 миллионов это редко обычно 4 5 4 8 поэтому вырастает важность качество подготовки семян качество подготовки семян имеется ввиду и сортировка и калибровка и потом дальнейшая обработка плюс чем мы обрабатываем мы семена все обрабатываем только качественными фирменными препаратами компания сингентабар прошлом году мы предлагали про травки да это супер и максим форте у нас это традиционная схема она очень хорошо себя оправдывает мы не видим никаких прикорневых проблем поэтому только на этих препаратах останавливаемся в этом году мы два месяца тому назад уже препараты купили поэтому они у нас есть была такая ситуация что мы не были уверены что в момент купим поэтому закупились несмотря какие там цены были там сами знаете какая была проблема но мы закупились помимо этого контроль качество у нас если кто не знает 2 2 семенных линий два завода и стоят оборудование на одном заводе петкусовское стационарное оборудование я имею ввиду сейчас протравитель на втором заводе у нас оборудование густовсен которая принадлежит байру на сегодня это одна из самых инновационных компаний в плане подготовки семян помимо этого эти компании берут пробу с каждой партии наших семян готовых и контролируют качество потому что они заинтересованы чтобы их препарат нормально отработал показал полную защиту от того что есть в полях далее после подготовки семян идет подготовка почвы под сев и сев может быть вы слышали большинство может не слышали у нас применяется прямой сев в большом количестве прямой сев по химическим парам по смешанным парам и непаровым предшественникам это все непаровые предшественники у нас сто процентов высеваются засеваются по прямому и по льну и по нуту по парам также по черным парам идет классическая обработка культивации и проблема здесь том чтобы сохранить влагу на том на той глубине где можно получить нормальную нормальные сходы это очень сложно еще и потому что мы стараемся сеть не глубже 3 сантиметров значит задача посеять на 3 сантиметра плюс минус 1 сантиметр до получается 24 по обработанным полам это очень сложно сделать у нас тяжелая техника у нас пассивные комплексы есть конечно и простые селки зерна сезонские есть 455 джундира с ними полегче но все равно задача непростая на обработанной почве попасть вот в 3 сантиметра по прямому здесь проблем нету захочешь не сможешь на разорваться глубже 4 сантиметров хотя конечно нужно постараться и почему это важно потому что мы оцениваем каждый сантиметр глубже 3 сантиметров 4 сантиметров это минус примерно 1 тонна урожая это показывает опыт из чего это получается из того что чем глубже посеешь тем дольше будет развиваться пшеница тем меньше у нее шансов раскуститься и заложить хороший потенциал я думаю сегодня это уже должно быть всем понятно уважаемые коллеги хотел бы вам рассказать про наш опыт который мы проводили в прошлом году и получили результаты речь идет о опытах с испытаниями на сорте алексеевич мы проверяли влияние репродукции на урожайность и качество сорта алексеевич в мелкоделяночных опытах и мы думали конечно мало мало информации на самом деле в интернете и научных публикациях по этому поводу потому что много неоднозначных результатов получали наши ученые всегда нас учили в институте о том что все эти высокие репродукции будете получать высокий урожай мы решили это проверить и получили такой результат первоначальный за один год что на сорте алексеевич между элитными семенами и первой репродукции разница у нас составила два с половиной центнера при уровне урожайности 8 тонн на самом деле это очень небольшая цифра но результат снижения урожайности между rs1 и rs2 оказался аналогичным 22 с половиной два с половиной центнера и того между элитой и 2 репродукции мы получили снижение на 5 центнеров что оказалось уже достаточно существенным и нас это побудило продолжить эти опыты чтобы аргументированно через там год и два вам уже сказать что имеет смысл сеять элитные семена именно потому что это влияет напрямую на урожайность но при этом качество качество не поменялось качество было абсолютно одинаковым что по протеину по натуре по массе тысячи в ворохе не было никаких разниц также в зерноградском районе мы посеяли горох с репродукциями супер элита элита и rs2 все что у нас было под рукой мы посеяли и там разница между супер элитой и второй репродукция у нас была гораздо выше там разница составила одну тонну при уровне урожайности до при уровне урожайности гороха 6 тонн с гектара это мелкоделяночные опыты в производстве у нас урожайность составляла порядка четырех тонн на делянках 6 тонн и при этом разница rs2 и элита это одна тонна вот такие вот результаты интересны но это всего один год мы эти опыты продолжаем и в этом году и будем получать результаты также будем делиться с вами национальном центре зерна где я работаю большой очень отдел большая история 110 лет уже институту и сейчас на семеноводстве 100 сортах естественно мы все 100 сортах они показали но можно привезли те и посеяли здесь русская земля именно те сорта который вы уже можете сразу и заглядки здесь уже они наиболее приспособлены к вашим условиям но я не призываю чтобы все эти на все конкретно все эти расходы из 30 40 сортов вы должны для вас для вас себя выбрать лучшие и культуры и сорта потому что у кого-то много земли кого-то мало но сколько бы не было сейчас нужно диверсифицировать производство что были и климат меняется в отдельные годы скороспелки лучше покажут до отдельные годы вот будет более мягкие будет и среднеспелые более урожайные сорта поэтому каждое хозяйство даже самое как говорится даже самое небольшое должно иметь здесь одна разных групп спелости и тогда у вас будет нормальная уборка у вас конечно во время уборки здесь дождей сильных не бывает надеюсь но вот в наших зонах бывает что созрелы начинаются дожди истекания осыпания потери огромные но даже и у ваших сухой зоне утром бывают росы туманы вечерами зерно это живой организм оно дышит а когда дышит она сжигает крахмал поэтому как только у нас озрела каждый перестой это вызывает потери даже не осыпется даже дождя нет каждый день урожай уменьшается на небольшую величину поэтому какой бы вы самый урожай на один сорт не посеяли если вы будете убирать целый месяц то через месяц уже будет тону потеряете понимаете поэтому нужно иметь несколько сортов разных групп спелости то сделать как спелку убрал средний спелка убрал поздний спелку убрал и какой год бы не сложился по засухе по всем делам какая-нибудь группа сортов даст максимально урожай это вас будет стабильность юка у нас я еще повторяю даже будет скороспелый сорта и позднеспелый один из самых заслуженных и стародавних сортов нашей селекции который производстве много сеется он входит в ройку лидеров по площадям и сеется не только в нашем регионе в нижневорском средневорском цитаном черноземье была потребность создания более крупноколосых и более позднеспелых сортов часто были годы когда поздние дожди во время уборки они уже скороспелые сорта уже не могут использовать эту влагу вот такие поздняки после нехороший июньский дождь используют по полной программе и максимально дают потенциал урожайности но причем юка еще и достаточно жаростойкий застойчивый сорт когда он только внедрялся все огромные боялись уже уборка началась он стоит весь зеленый думаю все под захват попадет но концу уборки он тоже созревал и дает хорошие результаты поэтому нужно имеет сорта разных групп спелости и скороспелые позднеспелые вот в один из самых лучших позднеспелых сортов крупноколосок с хорошим качеством хорошей загоустойчивостью и в принципе также хоть бы кукурузу наверно не сейки пришественник ноты также допускается по кукурузе он толерант как пузырёв уколоса можно не бояться за этой болезни сорт школа это школа академика лукьянка в честь него назвали в честь нашего учителя значит ну почему я хочу обратить внимание сорт новинка сейчас только начнет попадать в производство но уже ажиотажный спрос потому что у него прибавки к современным сортам грому то не 15-20 центеров огромнейшая урожайность очень крупное зерно очень как говорится хорошее качество очень хорошая морозостойкость устойчивость чтобы им позволило сразу же быть районированным покупал огромному концу регионов мы его испытывали широко по всей россии и на северном кавказе на нижнем побольше на среднем побольше и центральном черноземье он дал огромные в прибавки и везде был безоговорочно районирован прошлом году в курской области была ледяной дождь и в ледяная корка 15 сантиметров больше месяца держалась огромная была гибель центральном черноземье пшениц много переслевалась и вот школа один из немногих который практически устоял к этой ледяной корке и подтвердил свои качества и поэтому там же безоговорочно пользуется большим интересом поэтому сейчас обратите на него внимание смотрите какой крупный коз какой маленький узенький листочек он сейчас экономит влагу сейчас тепло жарко он максимально свинутся в трубочку чтобы меньше испарять чтобы меньше расходовать чтобы все потом накопить на зерно на высокое качество поэтому сорт очень интересен и я уже уверен что действительно будет занимать большие площади а поэтому кто первый получит вот максимально получит отдачу на своих полях сорта темилязевка 150 значит сорта темилязевка 150 алексеевич свое время совершили как говорится рывок революцию в последние годы по увеличению урожайности зерна потому что есть а то скажем так и крупно колоссы с небольшим количеством колоссов есть карта который мелкий колосс очень много могут пуститься вот этот сорт может давать очень крупный голос и очень как говорится хорошо куститься и и при этом в наших опытах он давал краснодаре урожайность 138 центнеров зерна с гектара это один из самых продуктивных но он требует некоторые правила выполнять во первых и темилязевка алексеевич это сорта который из-за своих особенностей нужно знать некоторые правила это нельзя сеять слишком рано потому что они очень сильно кустятся могут перекуститься потом болеть полегать поэтому не допускается слишком ранний срок сева нужно сеять в середине оптимальных сроков или ближе к концу нельзя сеять слишком густо опять же из-за того что они сильно кустятся их нужно сеять где-то два с половиной три миллиона в оптимальный срок и когда уже уходите в поздние там три с половиной четыре но никак не шесть не семь миллионов потому что если посеять очень густо сразу же теряете полторы две тонны потом скажете что сорт вам не подходит потому что когда есть обильное окущение загущенные посевы они начинают вытягиваться тянуться к свету тоньше соломина начинается ранее полегание болезни потом недолив и проблемы при уборке поэтому и третье правило сорт нельзя сеять слишком глубоко в принципе это правило то есть ко всем сортам потому что все-таки узел кущения в нормальный формируется когда два с половиной три сантиметра глубина заделки семян если вы гонитесь за влагой сети на 5-6-7 сантиметров растение взойдет но потом будет долго-долго приходить всегда пытаться задумать этот узел кущения особо верности и очень поздно и будет слабое окущение поэтому для всех культур для этой особенности в частности сейчас повторяю срок сева не рано не густо и не глубоко и тогда будет действительно очень высокий урожай сорт отличается хорошей жаростойкостью он среднепоздний но в этом регионе показывает что он если вам нужно иметь среднепоздние сорта это один из лучших среднепоздних сортов потому что он все-таки жаростойкий засухустойчивый часто были годы когда мы здесь проводили день поля уже скороспелки уже созрели а это только только формировал зерно будет суховее жара мы думаем ну все и мязевка не сможет такая в таких условиях невозможно нормально сформировать урожай а когда мерили урожайность одна из лучших максимально урожайность поэтому выписти среднепоздних сортов один из лучших сортов высокой продуктивностью и он также районирован повсеместно и вашем регионе центрально черноземном и нижнем по волжье среднем по волжье есть сорта который имеет очень большой потенциал который вы как говорится как формула-1 машина налить самого лучшего бензина повесить самую резину и она будет там 300 километров разгонится но если машины как вот уазики которые могут по всякому между дорожью поехать понимаете там где никакая машина не проедет так вот есть и сорта тоже который как говорится нужно ему все дать у нас максимальную отдачу а есть такие сорта которые неприхотливые которые вам помогут трудную минуту вот этот сорт который отличается очень высокой морозостойкостью отличным качеством зерна и очень хорошей адаптивностью неприхотливостью жаростойкостью поэтому он один из лучших в экстремальные годы по экстремальным предшественникам если жесткие предшественники по воде жесткие предшественники по питанию. Есть жесткие климатические сроки посева, поздние сроки сева. В общем, все, что есть проблемное, здесь можно сеять сорта бербаш, его вам даст достойный уровень урожайности и высокого качества зерна. И если в хорошие годы, супер, там, благоприятные, есть арта, которые более урожайные, но когда годы складываются очень экстремально плохо по погодным условиям, он вырывается в лидеры и, как говорится, и в плохой год подтверждает, что самый лучший друг, который помогает в трудную минуту. Вот в прошлом году в Курской области тоже райнирован, испытывался, проверялся, смотрел, но мы не можем понять, зачем он нам нужен, зачем он нам нужен, а в тот год был очень суровый. Получили сначала ледяную корку, потом засуху, и когда убрали всю пшеницу, увидели, что Собербаш самый урожайный, самый качественный, теперь вы поняли, зачем он нам нужен. Потому что теперь вопросов не возникает, и веско увеличили площадя. Поэтому это, как говорится, надежный друг, который вам будет помогать в самые трудные минуты, который должен всегда быть за спиной, чтобы помочь, поддержать. Есть арта, которые только на праздниках любят обниматься, поцеловаться, а мы такие хорошие, а как только тяжелые минуты, их разбежали все, а тут поможет и плечо подставить. А сорт росы в средней ранней, сорт уже районирован по нашему региону. Видите, какой крупноколосый, очень урожайный, но вот мы можем сказать, про этот сорт действительно, он будет уходить от засухи. Потому что для вас нужно иметь, у него хорошая морозостойкость, и именно за счет своей скороспелости, видите, очень крупный многоцветковый колос, когда вот дунут суховея, жара, этот сорт формирует свой высокий урожай очень рано. Поэтому будет давать высокий урожай. На высоком агрофоне, в случае, если, как говорится, есть опасность захвата и засухи. А вот следующий сорт, МИГ, это сорт очень морозостойкий, это средний-поздний сорт. Он, как раз, он может выдерживать сумасшедшие морозы без снега. Он может выдерживать и 25, и 30 градусов кратковременно. Среди мирового ассортимента он один из самых морозостойких. И МИГ, и Аграфак 100 мы весь свой материал промораживаем в холодильниках, можем дать любую температуру, и поэтому специально ведем селекцию для многих регионов. Мы, конечно, эти сорта, типа МИГа и Аграфака, мы создавали, не сколько даже для Юга, для Центральной России, где очень суровые условия перезимовки. Но здесь вы тоже можете посмотреть на его возможности. И вот сейчас я несколько слов расскажу про вирусы. Вот посмотрите края растений, вот видите, растения, что с ними случилось? Этот выпадок. Вот это вирусное повреждение. Вы, может, еще не видели, но скоро это увидите. Значит, меняется климат, меняются болезни, вредители. Сейчас к вам приходят те болезни и проблемы, которые были на Юге раньше. Значит, что такое вирусы? Это вирусы, это болезни, которые переносятся насекомыми, переносчиками. И кусают, переносят эти вирусы осенью. Поэтому при ранних сроках посева, особенно когда вы сеете редко, изреженно, или наоборот, сухая очень погода и редкие рваные всходы, насекомые нужно что-то кушать. И они начинают летать и кусать их. И с больных растений и сорняков в лесополосах переносят вирусные заболевания. И заражают растения пшеницы. Потом всходят остальные растения пшеницы. И с осени ничего не видно плохого. Ну, в мае, в июне начинается отмирание, покраснение, фиолетовение, карликовость вот такая. И может потерять свои поля и свою урожайность. Поэтому, если вы сеете слишком рано, в ранние сроки сеете, вы видите, жаркая, сухая осень, обязательно первая часть посева должна быть протравлена не только фунгицидным протравителем, но и инсектицидным. Обязательно. Ну, а кто побогаче, старайтесь протравить все инсектицидным протравителем. А бывают такие сухие, жаркие осени, что есть необходимость по всходам зайти и обработать все перитроидами прямо в сентябре, в октябре. Вот выходишь на поле осенью. А из-под ног прям порхает мошкара такая беленькая, как маленькие микрокузнечики расплаваются. Вот это три цикадки, которые как раз кусают и приносят эти заболевания. Поэтому, как только вы себя осенью на полях увидели, загоняйте опрыскиватель самым дешевейшим перитроидом, снижайте их численность. Потому что их количество и продолжительность осени увеличивают резк возникновения этих болезней. Красивейшее название. Сорт очень продуктивный. Очень морозостойкий. Но у него есть два недостатка, который здесь очень хорошо решили. И, в принципе, поэтому очень любят этот сорт. Сорт очень, видите, озернен. У него очень много зернышек в колоске. Но первый недостаток, он склонен по леганию на высоком агрофоне. Поэтому, если у вас много воды, большие птучные поля, обязательно ретардант. Обязательно, чтобы более жесткие нижние места узля были. Или, как говорится, сеть его на среднем агрофоне. Ну вот заявки по нему у нас в основном шли с региона вот этого Донецкого Кряжа в центре Ростовской области, где очень очень суровый климат, очень жесткие почвы. В смысле, потому что много камней, много плодородия. Там сорт лауреат обгоняет гром по продуктивности. Говорят, там у нас гром столько не дают, столько лауреат, поэтому лауреатам, пожалуйста. И вот мы специально для этого региона сорт лауреат поддерживаем семеноводство и посели вот в русской земле. Им самим очень понравилось. Был очень экстремальный год по засухе. И он дал очень высокий результат. И поэтому сейчас его сеют в русской земле большое количество. Сорт очень хороший. Второй его недостаток, к сожалению, также достаточно посредственное качество. У него качество где-то на фоне 4-5 класса при очень высокой урожайности. На сегодняшний день у нас есть действительно высококачественные сорта. Вы можете получить высокий урожай, потом подмешать другого качественного сорта и получить нужное качество, если будут для него заплачивать. Но за высокий продукт подвотциал, за высокую урожайность, за устойчивость, морозостойкость его любят именно в зонах, там, где плодородие низкое, там, где суровые условия засухи, там он себя очень хорошо показывает. И здесь, видите, замечательно смотрится. Поэтому сорт лауреат еще, кажется, имеет все шансы занимать большие площадя очень долгое время. Ну, название свидетельствует о том, что он получен классическими методами селекции, но просто у него очень был долгий путь создания. Потому что сорта остаются 10-15 лет обычно, но чтобы все испытать, проверить, этот сорт больше 20-30 лет создавался, проверялся повсеместно, ежегодно. Но в некоторые годы, когда была хорошая химизация, кажется, в конце Советского Союза, нужно были более низкорослые сорта, чтобы более урожайно, максимальная дача. Потом были годы, когда нехватка была удобрений. И когда посчитали все года, когда он испытывался за эти многочисленные годы, оказалось, что в среднем-то он превосходит всех. Потому что он и на высоком фоне хорошо себя показывает, и на бедном фоне себя хорошо показывает. И в Калмыкии его проверяли, при том, что он крупноколоссый, крупнозерный, у него хорошее качество. Он и в Калмыкии очень засухоустойчив. Поэтому ему передали на сорта испытаний, он себя очень хорошо зарекомендовал. По урожайности, по качеству, по морозостойкости, по неприхотливости. Поэтому сейчас сеется и в Курске, и в Элисте, и в Краснодаре. Очень хороший сорт. И вам рекомендую для среднего агрофона, для проблемных предшественников. Можно сесть по кукурузе, по пропашным предшественникам. Очень интересный сорт. Хорошо зимует, дает хорошее качество зерна. Поэтому очень интересный, рекомендую. На севере Коснодарского края, там засушливые условия для Коснодарского края. Там условия стебные, морозы часто бывают. Поэтому два сорта с названиями рек, это еланчик и кавалерка. Они рядом текут, и рядом должны расти. Это среднерослый сорт, среднеспелый, очень морозостойкий, из группы морозостойких. Крупнозерный, с высоким качеством зерна. Для среднего агрофона, для засушливых зон. Поэтому он хорошо себя показывает в степном, как говорится, ландшафте. У него крупный колос, среднее количество колосев, но зерно очень крупное, качество очень хорошее, и очень высокая морозостойкость. Поэтому кавалерка для северной зоны Костовского края, и фактически может хорошо возделываться по всему ростовскому региону, по всей Ростовской области. Сорт, речка течет по югу Ростовской области, и тоже сорт очень скороспелый, очень морозостойкий, очень урожайный и качественный. Посмотрите, кавалерка среднеспелая, а еланчик скороспелый. Поэтому ему можно давать много удобрений, и он, кажется, успеет их переработать и уйти от засухи. И вот сейчас особенно, есть опасность, вот сейчас прекратятся дожди, начнется жара, и начнется, как говорится, суховеи. Он может очень сильно пострадать. Этот сорт уже сформировал свой высокий урожай, но и сдаст вам высокий урожай. Поэтому в вашей зоне, особенно, если у вас есть особенность засухи, вы должны уделить внимание за морозостойкими сортами, но с быстрым, очень стремительным наливом. Потому что налив может оборваться в любую секунду, и нужно максимально быстро сформировать высокий урожай. Сорт продуктивный, морозостойкий, и со своей скороспелости хорошо уходит от засухи. Очень неприхотливый сорт в том отношении, что не трагит свою энергию на показную красоту. Визуально он не смотрится богато. Но у него узенький лист, очень узенькая соломинка, но очень-очень много колосьев. Он берет свою урожайность за счет огромного количества колосьев. Причем важно, что у него колосьи, даже в самом нижнем ярости, дают полноценное натурное зерно. Сорт продуктивный может давать натуру 840-850 грамм налитых. Крупное зерно. При хорошем питании сильная пшеница. Очень засухустойчивый. Вот как раз его можно сеять гуще, но в этом необходимости большой нет. Можете посеять его и 5 миллионов, и 6 миллионов. Он не поляжет. Он очень устойчивый к полиганию. Но прибавки большой не даст. Поэтому лучше сеять его нормальными нормами высева, но повышенно давать дозу удобрений. Он отлично перерабатывает удобрения в зерно, в качество. Поэтому максимально использует, как говорится, потенциал удобрений. При этом дают мало соломы. Любят его охраномы, механизаторы любят. Потому что первый раз, когда его видели, что-то с фигня ничего не покажет. А когда комбайн заходит, урожай посмотрели, больше ничего не хотят не сеять, больше ничего не хотят убирать. Потому что соломы мало, комбайн идет легко, нагрузка на комбайн меньше, солярки расходываются меньше, зерна много, легко подрабатывает поле после этого пригрома, после других предшественников, мало соломистых остатков. Сорт очень засухоустойчив, мороздоек. Районирован также повсеместно, сейчас повсеместно сеется. Сейчас он занимает второе место по площадям в Российской Федерации. Поэтому сеется второе место в России по площадям возделывания. И до сих пор площадя растут под ним. Поэтому сорт востребован. Сорт граф средний-поздний, крупноколосый, крупнозерный, многоцветковый, с хорошим иммунитетом к септориозу и к листовым болезням. Хорошая у него морозостойкость. И из-за того, что он средний-поздний, из-за того, что он средний-поздний, понятно, что для него очень важно, чтобы были последние дожди, вот эти летние. Чтобы прошел хороший ливень или дождь спокойный. Он устойчив к полиганию. Вот именно последние остатки он лучше других использует. Поэтому нельзя зацикливаться на одних сортах самых урожайных, если они слишком, как говорится, одной группы спелости. Нужно иметь разные группы спелости. Но вот среди средний-поздних сортов граф тоже один из лучших, как и темерязевка 150. Поэтому, если гром среднеспелый, то граф среднепоздний. Надо иметь скороспелый, среднеспелый, среднепоздний сорта. И тогда у вас будет стабильное производство зерна. Сорт Алексеевич, который чем-то напоминает темерязевку 150, потому что, ну, отличие его, что он немножко ниже, чем темерязевка 150, это среднеспелый сорт. Сорт среднеспелый, а темерязевка среднепоздняя, на 2-3 дня позже. Ну, также отличается очень хорошим кущением, крупным зерноколосом, хорошим иммунитетом. И опять же, так же, темерязевка требует эти три правила. Не слишком сильно рано ксеять, не слишком глубоко и не слишком густо. Потому что из обильного кущения может рано полегать. Поэтому для него норма высева 3-3,5 миллиона. Оптимальные сроки сева не больше, но 4-4,5 миллиона, если будете сеять поздние сроки сева. Значит, вот сейчас с Курска возвращаюсь, там больше любит Алексеевич. Они говорят, у нас лучше удается, а темерязевка не каждый год не так стабильна. Алексеевич из года в год самый урожайный сорт. На юге Ростовской области и в Ростовской области любят темерязевку. Поэтому сортов много. Вы выбирайте для себя, у каждого есть возможность поверить по небольшому количеству в собственное поле агронома, посеять и увидеть, как говорится, результаты на деле, чтобы не доверять никому чужим словам. Поэтому мы работаем для вас, создаем сорта, которые могут полностью удалить все ваши потребности. И вот сорт агрофаг 100, 100-летие агрономического факультета нашего сельхозуниверситета. К этому юбилею селекционер назвал так сорт. Сорт, видите, короткостебельный, крупноколосый, хорошо озерненный. Это один из самых морозостойких сортов, как и МИК. Поэтому, вот если будет мороз минус 25-30 градусов на голую землю, ну вот только, наверное, агрофаг и МИК будут выдерживать спокойно эту перезимовку. Потому что для всех основных нужно будет снежное одеяло, чтобы немножко укрыться от этого сурового мороза. Поэтому сорт среднепоздний, он хорошо будет отзывчив на поздние дожди. Поэтому сильно много, если у вас засушливые условия, сильно много таких посевов сеять не надо, как из среднепоздних сортов. Эти сорта больше создаются для более северных зон, здесь зимовка более важная, чем условия налива, когда слишком жаркое, сухое лето. Но все равно, вы видите, что он отлично здесь показывает, отлично смотрится и даст хороший результат. Поэтому мы даже просто-напросто, чтобы проверить сорта, высеваем в экстремальных зонах, чтобы увидеть, насколько они возможны, и насколько дальше надо двигаться, в каком направлении, чтобы сорта каждым годом станут все лучше и лучше. Ежегодно мы создаем 10-15 новых сортов, они проходят испытания, поэтому следите за новинками. Те, кто будет покупать и приобретать, и сеять новинки, будут получать максимальную отдачу. Потому что сорт живет, к сожалению, 5-6 лет, появляются новые расы болезней, появляются новые вредители, и потом с каждым годом на выращивание сортов приходится требовать больше и больше затрат. Пока сорт молодой, новый он дает максимальную отдачу. Поэтому следите за новинками, пытайтесь получить вовремя, тогда у вас будет максимальная урожанность при минимальных затратах. Это будет самое ваше максимально эффективное хозяйствование. Следующий сорт, как я и говорил, они посеяны немножко не в хронологическом порядке, это сорт раздолье. Сорт новый, с 2021 года проходит сорта испытания. Сорт создан и передан совместно с Институтом Крымским сельского хозяйства. Сорт интенсивный. Вот основное достоинство этого сорта максимальный потенциал продуктивности. Ни одна селекционная линия за последние годы, за все годы, которые мы испытывали, не показала такой урожайности. 13,1 тонны с гектара. Да, еще раз уточняю, в условиях деляночного посева. Сорт низкорослый, с высокой устойчивостью к полиганию, с очень хорошим кущением. По качеству зерна, по данным нашей лаборатории, сорт относится к ценным пшеницам. Хорошо получается как по высокому, так и по среднему агрофону. К достоинствам сорта также следует отнести высокую устойчивость к бурой, желтой ржавчине, среднеустойчив к септориозу. Тоже сорт среднеспелый. Где-то выколашивается из рейд на 5-6 дней позже стандартного среднераннего, классического среднераннего сорта Ермак. Вот амбар на сегодняшний день это наш самый поздний сорт. Это примерно еще где-то 8-9 дней от Ермака. Амбар с 2022 года внесен в госреест Российской Федерации по центрально-черноземному и Северо-Кавказскому регионам Российской Федерации. По качеству зерна ценная пшеница. Сорт достаточно интенсивный, хорошие прибавки показывают по высокому агрофону, но предназначен для возделывания так же, как и большинство наших сортов, как по высокому, так и по среднему агрофону. Мы давно уже партнеры с компанией Эрзе Агро и мы очень сильно приветствуем индустриальную и профессиональную обработку семенного материала на профессиональных линиях на современном оборудовании. И вот компания Эрзе Агро она в частности имеет такой завод по обработке семенного материала, который мы очень регулярно на регулярной основе контролируем нашими тестами, о которых я сейчас расскажу пару слов. Почему мы так сильно приветствуем профессиональную обработку семян именно не в хозяйствах, а на семенных линиях на заводах? Потому что вот можно посмотреть, подойти, какие результаты можно получить, обрабатывая семенной материал собственными силами, на бетонные шалки, ПС, машинах и других способов, или же на использовании профессиональной оборудования. Мы очень сильно приветствуем эту тему и приглашаем вас посмотреть, убедиться, насколько можно повысить качество обработки. Так что я хочу сказать, что вот рядом со мной чемоданчик, так называемый экспресс-анализ контроля обработки семенного материала. То есть данный прибор называется слаг, и наш менеджер, наш сотрудник компания Сингента выезжает регулярно, может выезжать в хозяйство, в частности на завод и проверяет экспресс-тест, делает по качеству обработки семенного материала. Это оптический анализ, то есть посредством с моим вопросом к правоподготовке можно оценить, насколько качественно обработан семенной материал. Кроме того, у нас не так давно открылся наш Ситкер-институт Воронежской области селе Лопаткин, где у нас есть химические и биологические лаборатории, которые делают комплекс анализов по определению качества семенного материала. В частности, хроматографический анализ. Это очень важный анализ, который дает наибольшую точность в определении качественного обработанного семенного материала. В частности, сколько ДВФ в процентном соотношении относительно нормы внесения мы имеем на семенном материале. И вот за последние несколько лет мы регулярно проверяем семенного материала у компании Эрзеарда и можно сказать, что тенденция такая, что нанесение действующих веществ на разных препаратов порядка 95-100%. То есть нанесение прекрасное, отличное, что является с залогом получения успешного урожая и хороших входов на уже непосредственно поле. Сорт определяет потенциал самого урожая. Далее растение, которое будет соответственно дальше формироваться за счет этих семян, необходимо питание, необходимо следующее растение, чтобы в общем-то формировать урожай, который нам необходим. И если вы посмотрите семена, сорт это главное, что решает опасные задачи. Семенной материал предусматривает не только сорт, но это и качественная подростка зерна, это соответственно и обработка. Обработка очень важна, хорошие семена сами по себе имеют высокий потенциал, но соответственно когда мы обработаем семена, это должно быть качественно, потому что инфекции находятся и внутри, и наружу, достаточно много. Индустриальная обработка семян предусматривает именно качественная обработка всего семени, включая его элементов, которые на не совсем хорошо двигательных машинах недостаточно качественно обрабатываются. Соответственно инфекция бывает и внутри семена, и наружная, и инфекция, которая попадает из почвы. Какой бы качественный материал ни был, в любом случае в почве у нас достаточно большой объем проблем, которые потом нам не дают сформировать тот урожай, который мы запланировали. Очень важно, когда выбираете продукты для обработки, чтобы системность была продукта и на ранней стадии, соответственно, потом. Поэтому в любом случае продуктов на рынке достаточно много, но нужно подбирать действующие вещества, которые в комплексе защищают нам само растение от начала имитации и до трех листов, а дальше уже эти кемырные продукты не совсем уже. нам очень понравились сорта и Краснодарская, и Зерноградская, и Ставропольская селекция. Но, конечно, в последнее время нравится больше Краснодарская, потому что они очень интересны и дают хороший результат. У вас в хозяйстве какие-то? Сеем темирязевку, безостую 100, попробованные семена посеяли, Классику, Шарм, Амер. Ну вот, пока нравится темирязевка, безостой 100 тоже очень нравится. В общем-то, очень хорошая пшеница. Я думаю, что раньше как-то мы к ним относились с осторожностью, сейчас они превосходят многие сорта, которые у нас традиционно сеялись. Нам они очень нравятся. Ну, нам понравился и Ахмат, и школа, и многие сорта, которые здесь селись, очень хорошие. Ну, надо все пробовать, потому что мы на севере области, у нас условия немножко другие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok